Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, и помочь вам решить вашу проблему. Для начала нужно, чтобы вы ответили на вопрос о том, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, что вы сейчас делаете. Какие у вас увлечения, ну и так далее. Вот. Это первое. Второе. Значит, второе, что нужно определить, это потребности ваши. То есть, грубо говоря, потребность, например, подруги. То есть, если вы ее ревнуете, значит, она вам нужна для чего-то. И я хотел бы, чтобы вы постарались для себя определить, почему она вам нужна, для чего она вам нужна. Ибо то, что вы не взаимодействуете с ней исключительно на добровольных основах, это факт. Очевидный, потому что, ну, потому что вы ее ревнуете. То есть, если бы вы относились бы к ней без предупреждений и без, как бы, контекста своих потребностей и своих желаний. То, я думаю, что вам было бы легче принять ее характер. Тем более, что вы говорите о том, что она у вас такая вот общительная. И эта общительность, она ведь, ну, всегда была, правильно? И, начиная с ней общаться, вы, наверное, знали, что она вот такая и, вряд ли, она будет, ну, другой. То есть, в какой-то момент вы перестали принимать ее, какая она есть, и стали, как будто бы, обращать ее же в положительные стороны, значит, против нее самой. И причина этого в том, что если раньше то, что вам в ней нравилось, играло на пользу вашим, ну, интересам, взглядам, позициям, то сейчас, можно сказать, то же самое, да, то есть, те же самые взгляды играет вообще вам во вред. И именно поэтому вы, как бы, говорите о том, что она общительна. Значит, я даже сейчас посмотрю, значит, подруга моя, человек общительный. Да. То есть, она была всегда такой, вы ее всегда такой принимали, и, наверное, за это вы ее, как бы, и любите. То есть, здесь, я надеюсь, понятно, необходимо определить ваши желания, может быть, ожидания, может быть, от нее. То есть, то, чего вы ждете от нее, то, чего вам хотелось. Как вы себя, может быть, не ощущаете, вот, эти моменты. Насколько, то есть, вы свою подругу воспринимаете адекватно. Насколько вы свою подругу воспринимаете безусловно. Далее. Насчет... Необходимо понять с другой стороны, что ваша ревность связана а. с неуверенностью в себе и б. со страхом одиночества. И необходимо понять, в чем вы неуверенны в себе и почему. В чем вы сомневаетесь в себе и почему. И, соответственно, как вы это пытаетесь реализовать через ну, подругу свою. Далее. А почему вы боитесь одиночества? Страх одиночества происходит от непринятия себя. Это означает, что ваша ревность подруги проистекает именно из того, что вы себя не принимаете. По каким-то причинам. И, скорее всего, эти причины связаны с тем, что вам говорили родители, что они вам внушали, какой вы опыт, может быть, получали в своей жизни относительно именно себя. Насколько у вас развиты личные границы, насколько развито личное пространство, насколько вы самостоятельные и так далее. Вот это еще одно такое направление работ. Еще одно направление работы над собой. Дальше. Вы говорите, найти новый круг общения, понимаете, ну, найти новый круг общения, именно новый, вовсе не означает, что там же вам будет лучше, потому что люди, как бы, они везде одинаковые, люди, они, как бы, везде ведут себя, в принципе, по похожим мотивам, по похожим, значит, триггерам, по похожим моделям, поэтому, в принципе, вряд ли что-то изменится совсем уж кардинально, если вы смените круг общения. Может быть, вам стоит расширить круг своего общения. Это вот, да, в некоторой степени это действительно имеет смысл. То есть, чтобы вы не были завязаны только на человек, на этом человеке, чтобы вы были завязаны, ну, чтобы вы не были завязаны только на нем, чтобы вы на них только не были завязаны. Да, чтобы быть как бы, может быть, более независимым. Вот. Это действительно так. Но отношения которые вы выстраиваете с людьми, они, конечно же, будут езды одинаково. И это нужно понимать. Вот. Вот это основные направления того, как вам издавляться его требования. Вполне возможно, здесь имеет место быть некие комплексы, убеждения, не совсем верные проявления драйверов ваших. Ну, то есть, может быть довольно много вариантов. Вот. далее. Значит, обычно мы общаемся втроем, но вдвоем они проводят очень много времени. Ну, и что? Мне кажется, что она важнее для подруги, чем я. Ну, опять же, и что, насильно, мил не будешь, если она важнее, значит, дольнее вы занимаете свое место в ее жизни, и место, я полагаю, достойное. зачем вам претендовать на то место, которое вам, например, не подходит. Для чего здесь, для чего вы хотите этим доказать, да? Подруга моя человек общительный, у нее много поклонников, знакомых, а вторая, наоборот, общается только со мной, со мной, а только с моей подругой. А с вами? Непонятно. С вами она общается просто так? По первому слову готова приехать, но это больше похоже на какую-то зависимость. В психологии это называется пост-рансференция, когда человек как бы идеализирует другого. У меня же так не всегда получается, а причина в этом. Нет, причина не в этом. Причина в том же, что вашей подруге, которая общительная, возможно, она нуждается в том, что бы у нее была такая вот фан-фанатка, поклонница, которая бы помогала бы ей, делала бы какие-то вещи для нее и так далее. и так далее. Я не думаю, что дело у вас. Я думаю, что любые, ну, каждый адекватный человек, он, в принципе, понимает, что если вы не можете приехать, да, то вы соответственно и не приезжаете. и глупо думать, что вы должны. Если вы считаете, что ваши отношения, они основаны только на этом, то я думаю, я думаю, что здесь нет ничего искреннего, здесь нет ничего такого эмоционального, а только отношения по расчету. Опять же, вопрос в том, хотите ли вы таких отношений, нужны ли вам они и так далее. Понимаете? То есть здесь на самом деле решать вам. Значит, вот это то, что можно сказать непосредственно по существу вашего вопроса, да, то есть, ну, если говорить именно о материалах, то вот эти моменты необходимы вам для себя как следует обдумать и исходя от этого уже возможно скорректировать свою позицию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим, пожелаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров